Во второй лиге началось футбольное затишье. Игроки Владимирского торпеда получили непродолжительный отпуск. Наставник команды Александр Акимов рассчитывает максимум на два дня отдыха. Тренерский штаб сейчас ломает голову над тем, кто продолжит защищать черно-белые цвета. О прошедшем и предстоящем сезонах с рулевым торпеда поговорил Влад Сорокин. Этот сезон Владимирской торпеды завершил на шестом месте. Как говорит главный тренер, нормальный результат для команды, состоящей исключительно из владимирских футболистов. Какой-то гордости-то сумасшедшей нет, но я думаю, что четверку я бы поставил. Хотя, если судить вот так вот, как в институте оценивают, то удовлетворительно. Оценка могла быть и лучше, но секунды расслабленности в концовках игр в Химках и Дом из Днепрома Смоленска не позволили черно-белым подняться выше. В целом, стоит признать, что вторая часть сезона команде не удалась. Осенью торпедовцы выглядели сильнее, исправно набирали очки, но весной команда забуксовала. Думаю, что и у ребят немножко мотивация была другая, потому что это все новая команда, новые ощущения. И, наверное, так скажем, настроение побольше было. А во второй части немножко пришла, наверное, расслабленность, наверное, какая-то успокоенность. Немножко мы, не то что немножко, а мое решение не менять команду. Но я думаю, что это человеческое решение, правильное. Но оно по-человечески правильно, а по-футбольному немножко неправильно. Тос настряхнул торпедовцев, а Псков добавил. В итоге минус 8 мячей, столько голов в двух матчах черно-белые давно не пропускали. Видимо, я немножко упустил что-то в чем-то. Но, опять же, да, не хочется жаловаться. Но я думаю, что мне мозгов не хватило однозначно. Да, я иногда просто думаю, ну, все, уже ума не хватает, кого куда поставить, что дать, что сказать. Вот. И это тоже мой опыт. Я тоже не такой уж не мауринь. В команде должна быть конкуренция, говорит Александр Акимов. Сейчас ее практически нет. Пять человек уже покинули торпеда. Не смогли себя проявить и использовать свой шанс, насчитает наставник. На их место придут другие футболисты. Но, опять же, это владимирские ребята или люди, когда-то имевшие отношение к нашему клубу. Их фамилии станут известны к 17 июня. Именно в этот день черно-белые должны подать заявку на следующий сезон. Задачу команда получит предстартом первенства, если, конечно, ее учредители захотят что-то изменить. Продолжение следует...